Дорога до святыня 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 6 вересня в Беларуси Пошнется дотерминовое голосование По выборах депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Каким чином рыхтуются до этой подеи у селетней столицы Дня белорусского письменства в городе Рогачеве, ведают наши корреспонденты. По территории Рогачевская выборчая округа, это не посредо Рогачевский, а так само Кармянский район и один сельсоветов Жлобинского района. Участок номер 5 разместился у будинку клуба молочно-консервового комбината. Детерминовые и основные голосования тут вырешили проводить у одном помешкании, якое уже зараз полностью готовое до прохода выборщиков. Выбрать депутаты им необходимо с 5 кандидатов, самому старшему, з яких 66 гаду, молодшему немае 32. Перед початком голосования на предмет створения беспечных умов участок проверили супрацовники Министерства по надзвучайных ситуациях и милиции. Ниаких заувах выказано не было. Выборчая комиссия вельми спадяются, что без заувах сбоку Жихару и наглядальников пройдут и сами выборы. Не глядячи на то, что в складе комиссии практически все мают ответный опыт, яны ящик раз наведали тренинги и разглядели махчимые ситуации, які могут возникнуть. Если были моменты, что сомневались, неслили в списке, люди приходят, спрашивают, конечно. Мы работаем с гражданами, которые имеют право участвовать в выборах. Плотно очень. По великим рахунку, в гэтые дни рахачу рыхтуется до двух важных падей. 4-го вера снятот пройдет день беларусского письменства, а уже 6-го почнется детерминовое голосование. И гэты факт оказывая пыльный уплыв на подрыхтовку участков до проведения выборов. На участку номер 8, який размещенный в городском Доме культуры, для выборщиков представлена вся необходимая информация. Звездки об кандидатах, законодавчат документы, график дежурства членов комиссии. Алимесцы для голосования на участку обсталюют только после проведения Дня беларусского письменства. 4-го вера снятот будет разгорнута выстава, просвеченная Владимиру Мулявину. Неких валяваний у членов комиссии не выказывают. Усё, кажется, будет сделано своё часово, включающий проведение подчас выборов культурно-познавальных программ. Будет концертная программа перед площадкой Дома культуры. У нас будет внутри здания, на самом участке, организована работа почтовых отделений, консультация с юристами, консультация с работниками медицины. Вот такая программа. Плюс ещё, возможно, будет какой-то показ кинофильма у нас в зрительном зале. Олег Сентюров, Олеса Рудянкова, Яугин Макеенко, Таля-Радио, компания «Гомель» Зарагачёва. Сегодня на телеканале «Беларусь-3» протягнется трансляция передвыборных дебатов кандидатов у депутаты Палаты представников национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья. У 19.01 стартуют дебаты помеж претендентами на место у парламенте по Гомельской-Новобелецкой выборчай окрузе номер 36. С 19.25 до 19.45 дискуссию будут вести кандидаты по Житковицкой выборчай окрузе номер 39. До інших тем, суботние телефонные линии местовых органов Улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут звернуться с пытаниями до старшини Гомельского областного совета депутатов Олега Леонидовича Борисенке. Звонки приймаются по номеру телефона у Гомеле 75 12 37 с 9.01 ранецы до 12. У гэтыж час на пытанні гомельчан откажа першы намеснік старшыні Гарвы Канкама Павіл Яв'єнович Павлов. Нумер телефона 75 19 84. Тым часам макчымась задаваць хвалючая пытанні проставникам органов Улады, прадпримальнікам і громадским діячам ёстю молодзі регіона. У Гомельской області протягуваецца реалізація республіканськага праэкта «Открытый даялог». На протягу вересня ў регіоні плануюцца правесці більш як 20 такіх сустрэч. Чакаецца, што ў їх праймуць ўдзіл каляць 2 тысяч працтавніков молодзі. Темы «Открытых даялогу» огоплюваюць самая розная сферы. От культурной спадшины нашай країны і здоровага ладу жыцця, до молодёжной палітики і молодзі у палітиці – выборов у палату працтавніков національного сходу Республіки Беларусь. Дарайші ближайші асустрэша буде преміркована до Дня Беларускага письменства. 3 сентября в рамках Дня письменства в Рогачёве мы тоже будем проводить открытый диалог на тему «Беларусь криниться натхнення». Аудиторія буде разнопланова, це і писателі, це і поэты, і інші творчі люди, які будуть висказывати мнення по поводу того, як вони видят движення молодзі именно в цій творчій отраслі. Каб'яште більше поширить аудиторію, сустрэчу, першиню для святління мероприємства, планується використовувати службу публичних трансляцій. Яна дозволить в режиме онлайн сашыць за тим, што отбывається на дискусійних пляцовках. До того ж накеровать свои пытання, ідеї і пропановы для открытых диалогов можна праз інтернет по адресі електронной пошты, які зараз бачите на сваїх екранах. До Дня Беларускага письменства, які пройде у Рогачёве, рыхтуецца не толькі будовнікі і письменнікі, а лі водіцілі. 4-го вересня для усіх жадаючих трапеці на свято будуть організованы додатковы аутобусныя маршруты. Перші пасажиры з Гомельського аутовакзала змогуть адправіцца у Рогачёв у 8 годин раніце. Час у дорозі складзе 1 годину 20 хвілін. Другі експрес-аутобус накеруюцца до століцы літературного свята у 9.15. А крім'я гэтага будуть садзенічаць 7 регулярных маршрутов. У адваротным накерунку можна вернуцца пачынають 60 годин. А плашні аутобуса дыходзіць з Рогачёва у Гомелю 20.30. Такі ж маршруты допалніцінні ми ввіли в Жлобіне тож з утра і вечіром. Тобто, бляжайший город Гомель і бляжайші всі города, вони охвачені. Тобто, ми думаємо, уверені, що яких-то збоїв, що касається транспорта, не прайзайду. А тримаць більш падрабязну інформацію можна на сайтах протприємства Гомеля «БалАутотранс» і Гомельського аутовакзала. А так само по номері телефона 114. І аб спорці футбольний клуб «Гомель» і столичная «Динамо» згулялі перанесіны матч 1-16 розыгрышу Кубка Беларусі. Сустріча отбулася на стадионі Центральні. На баку господароў патрымка шматліких балельшыкаў і курашу. Гастей в опыт і статус фаворита. Зелёно-білые дисциплінована гулялі у абароні, а Дмитрі Гомзе і Павіл Сітко провералі на трываласть абарону і галкіперів саперніка. «Динамо» так само на своє палове поле не отсіджувалася, так што гуня була ровной і багатай на небезпечныя моманты. Як треба було чакаць, ўсё вырашаў адзін забитый мяч. За 4 хвіліны до заканчыня основного часу матчу гомельская абарона дала адзін із бой, які мы скорысталіся меншані. 0-1. Наглядятши на пораження попракнути гомельських футболистів дяма, за що болельщики провожали їх з поле аплодисментами. Но Алексей Цислюк после синтетики предыдущем туре чемпионата первой лиги получил травму. Поэтому оперативно перестроились. Но хорошо, что Паша Сітко восстановился. И, в принципе, те моменты, которые у него были, и вообще у команды. Такое сказано, что паритет был как минимум, а может быть по голевым моментам у нас были более острые моменты. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.civergomil.by На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова